В одном образовательном учреждении нахожусь. Восстанавливаем пианино-аккорд в Калужской фабрике. Вот такой среднестатистически запущенный 102-й артикул. Фера на месте, с молотками нормально всё. Порвана струна басовая, но тот, кто её порвал, видимо, любезно её сложил здесь, подвяжем. Даже вот педаль правая не хрюкает. Но тенденция есть. Это может быть временно, а не хрюкает. Клавиатура вот такая. Регулируем, выставляем всё. Струны фальшивенькие в дисконте. Ну, это, в общем, обычное дело. Строй кое-где вот на пределе. Кстати, в 440 оно нормально на пределе, но держит пока. Ну, штучно если, то укрепим. А вот самое проблемное место обычно в малой октаву. Тут всё густо очень натыкано, но вот запас ещё видно, что есть. Штек басовый. Не оторван. Можно инструмент шатать спокойно. Он держится. Но вот мерил друг. Друга почти нет. Линейка почти касается чугунной рамы в этом месте. Может быть, миллиметр от силы там есть. Скорее, полмиллиметра. Но при протяжке чугунной рамы внизу вероятно, что ситуация улучшится. Есть уже такие намеки на трещинки. Попытаюсь я всё-таки, наверное, снять басовый регистр. Продиагностировать ещё рэштег. Прокапаю суперклеем это всё. На профилактику поработаем. Дека. Таких вот очевидных, торчащих прям кусков деки. Периметру нет. Пойдём назад теперь. О, кстати. Какая прелесть. Я думал, что это он так? Какая прелесть. Вербель. Вот что-то кто-то тут его обслуживал. А видно, что вот молоточки обрабатывали после фабрики. Мне так кажется. Сзади всё тоже более-менее прилично. Таких конкретных мест отклейки. Я только вот два нашёл. Коротеньких очень раз. И два. Щуп у меня пять сотых. Много где щуп. Буквально чуть-чуть начинает заходить. Сейчас, как назло, не найду, где показать. Вот, например. Чуть-чуть начинает, но останавливается тут же. Так что здесь тоже поработаем в основном на профилактику. Я рибки с обратной стороны, где доступ есть, парами. Прошу, руплю их. Чтобы этот старый клей разгрузить в статике. Хотя бы статическую нагрузку убрать с него. Чтобы он только вибрации передавал. Здесь. Подлегание вроде бы пока есть. Вот здесь вот видно, что пошла уже расклейка. Полезло вот туда. Эту патологию будем уже протягивать. Наверху всё более-менее прилично. Так что в основном профилактика по резонансной части. Повезло, можно ночью работать. Оставили меня здесь одного. Что хочу, то и делаю. Но единственное, что шумные работы нельзя делать ночью. Начну, наверное, с того, что всё это сейчас пропылесосю. Потом протяну. Протяну по периметру. Займусь склейками. По рибкам. Здесь вот прошу, руплю тоже по периметру. Деку. На будущее. И ночью, наверное, уже выровняю клавиатуру. Займусь механикой. По утру, когда стучать можно будет. Буду решать проблемы там со строем, если они будут. Ну что, запишем вот из этой точки. Пойдём по басам до минорная Шопена. Сейчас, конечно, уши будут. Педалью буду пользоваться только в конце аккорда, чтобы легаты сделать. А так основную часть лучше аккорд слушать без педали. Педалью буду пользоваться. Педалью будет. Педалью будет. Педалью будет. Педалью будет. Педалью будут. Педалью будет. Педалью будет. Может, что-то там клеить буду, стягивать, не знаю. И как при этом изменится продолжительное звучание басовых нот. Можно это объективно сделать, проанализировав осциллограммы, которые я запишу. Посмотрю три басовые ноты. Вот эту для, эту и эту. Эти два одинарные хора, а здесь уже двойной хор. Это, грубо говоря, так сильно будет зависеть от его качества постройки. Поэтому по одной стороне я здесь запишу. Ну вот, вперед. Аминь. 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 Слышно было. Слышно было основной тон быстро за тур, а до отец на руку. Гидит в конце. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот еще фабричная особенность Навивка лежит на штеге Двойной хор Клинковый сельд И это тоже двойной хор Но здесь не клинковый Вот он Все три струны глушит Две свои и одну соседнего хора Пылесосил Еще один косячок обнаружил Вот педаль гремит Потому что она упирается не в этот мякиш Она упирается вот доска в доску Стучит там Либо пересматривать нужно Изначальное положение Коромысла Либо вот здесь какую-то выемку сделать И из таких, казалось бы, мелочей Может весь день состоять И в этой черновой работе Настройка получается уже по остаточному принципу Главное даже не в том, что на настройку времени нет А получиться настройки времени нет Вот, казалось бы, новые мензуры Надо их настраивать Мелкие, большие инструменты Это все интересно Но вот по факту занимаемся тем, чем занимаемся Потому что, конечно, хочется услышать В финале хорошо звучащий инструмент А без механики нормальный Не получится ничего сыграть Без молотков ошлифованных не получится Без резонансных частей В нормальном состоянии тоже не получится Как-то так Не мог разобрать, что это за каракули Походит на 59-й год Вот в двух атласах смотрел Походит на правду До 60-го их делали Такими номерами Опять броневик получился Все для профилактики Прошурупил Получается так По периметру дека Здесь 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 И дальше дополнительно по ситуации Вот каждую большую трещину Тоже прошурупил Это в рибке вкручено Потому что со временем делянка Вот по эту сторону По эту сторону начнут коробиться Будут отклеиваться Будут отклеиваться от рибки И чтобы это как-то замедлить Двух зайцев бьем Одним шурупом Шайбой Так вот Здесь еще трещина Зародилась Зародилась Видно Вот три укрепил Тут тоже длинная В этом месте часто проходит Вон туда Тут штук семь Наверное шурупов Каждую рибку Здесь тоже Вот так По штегу Значит С той стороны Через рибки И между рибками Там фабричные были Шурупы пять штук Один из них вкручен Вот здесь вот Насквозь получается В штег сам входит Здесь еще добавил Шурупы И Насквозь штег Винтиками протянул С гайками С пружинной шайбы Чтоб не открутились Не должен никуда деться В ближайшие лет Лет двадцать Наверное Вот Вообще никак не поддается Он На попытки Раскачать Монолит С декой стал И Проковырял выемки Потому что Ну не струн уже переделывать С новыми струнами Тоже совместимо будет Вот здесь Если хотя бы чуть-чуть Касается оплетка Этого уже хватает Чтобы демпфировать Струну Кайдана В двух точках Контачит Ну вот так По штегу И в принципе По резонансным Таким делам Наверное все Метизная работа Закончена Теперь Еще цианокрыла Там Штифты Прокапаю Здесь Наверное В диск Там Еще Регистры И Механика Уложил На коврике Шикарно Это делается Ничего не скользит Теперь Можно протянуть Все Что внизу Там По периметру Ролики И Буду Сейчас Попать Клеем Штифты Для премера У нас Паразитными Биениями Тинтинтинтинтинтинтинтинтинтинтинтинтинтинтинтинтинтинки Телефон Может Искажать От того Что штифт Вибрирует Если Отвертку Упираем Биения Пропадают Вот Что Будет После Суанокрилата Вот Такой Результат телефон прослушивал там увидит первое биение как будто бы накатывает но это телефон просто уровень записи меняет живу ровный спад так что эффект очень хороший получился я на этот раз самый жидкий клей который только смог найти изучал внимательно характеристики производителей вязкость у него два сантипуаза это почти в что вода и вот такой хорошо проникает пустоты микро зазора вытесняет воздух и еще мне кажется он работает за счет разбухания древесины более тугая посадка получается а так вообще он смотрите какие кратеры норы сколько клея туда удалить вот и на этом штифте что-то подобное если оттуда посмотреть вот этот дальний ряд не важен плотность посадки на переднем ряду очень нужно счет запарился пошел передохнул это где работа идет тут рождество а здесь кладбище путь очень близок туда и пойдем шутка конечно вот так еще поиграть надо какой там стучащие молотки 9 штук в клеем обратно еще два контур хенгера здесь подрезал демпфер чтобы он соседний хор не глушил далее завыравнивание клавиатуры это фактически фундамент будущей регулировки очень важный этап для исполнительства штифт который вылетел забил уплотнился накрыла там вот меня шайба родные вот они съедены молью подчистую шайба называется да там поди еще и моль живет так что меня не задумываясь флейки угодные штучные этого естественно меняя полстер еще поживет расчесал я его окно вот что по уровне вот если тут лежит линейка то под своим весом и на что что ли рама провалилась нет на миллиметр замочный брусок притягивается тут в четырех местах так что в нем тоже такой прогиб будет если по нему ориентироваться и клавиатура тоже вся прогнется поэтому делаю две точки краям и общей линейкой в одну плоскость вывожу как она выглядит после предварительной подготовки отрегулировано положение средних штифтов боковой зазор и заваленные клавиши выравнивали такая неравномерность получается высоте провалено в пределе где-то четырех миллиметров будем сейчас выправлять решил сразу за клаву не браться что двойную работу не делать потому что конечное положение клавишей хоть немного но все таки зависит от того как нагрузка давит сверху а механика тоже кривая вся вот решил ее вначале подровнять молотки самогеморройная операция для меня это вот выравнивание параллельности хода бумажечки типа откладывать тут каждый третий молоток пришлось править кривое косое потом эти же молотки рихтуем зажигалкой и выставляем по хорам потом подровнял фигуры в основном завалено убирал чтобы вот шпиллер точно по центру шультера стоял дальше под эту линию я так выравниваем стойки пилотов поскольку положение пилотов изменяется то они выходят из ранее набитых ямок вот здесь на пятке поэтому этот войлк сошлифовываем и вновь натер графитом есть натер только переднюю часть потому что с фабрики отрегулировано так что пилот вот не по центру попадает а куда-то сюда ничего я тут мудрить не стал потому что если вернешь по центру то начнется геморрой изменяется там передаточное соотношение механизма клавиатура тяжелой становится в общем это все ни к чему оставил как было только выровнял эти застарелые изменения ну вот и тихий вариант правой педали смазал все осталось молотки пошлифовать можно ставить будет и регулировать клавиатуру уже там по другу и по штеймингу я уже стратегически определился в общем сделаем ничего там необычного нет довольно стандартно все получилось и демпферная система ну что двое выходных я на него убил закончил переделана педаль современный вариант не скрипит опять лишняя деталь осталось от пианино струна есть штейнг пришлось уменьшить вот шейбами равномерно по клавиатуре и дополнительно еще в наиболее изношенном регистре не молотки сточены получился штейнг 47 48 миллиметров предруки 10 и 3 довольно средние статистические показатели осталось только настроить завтра с утра чуть сыграть попросим маэстро вот так вот легонечко кончилось это еще не чистовой вариант так просто предмет тембра а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok